Пищеварительный тракт имеет свою собственную нервную систему, называемую энтеральной нервной системой. В частности, основные функции желудочно-кишечного тракта, такие как пищеварение, всасывание, секреция, пропульсивные движения и защита, контролируются нейронами из энтеральной нервной системы, которые связаны с фегетативной нервной системой и сенсорной системой, и зависят от способности различных типов клеток, связанных со стенкой кишечника, интегрировать различные сигналы. Блуждающий нерв играет решающую роль в сообщении между кишечником и мозгом. Сигналы из кишечника передаются непосредственно по блуждающему нерву или опосредованно через энтероэндокринные клетки и гормональные факторы. Одни из исследователей установили, что пищевые добавки с молочнокислыми бактериями у здоровых анксилитических мышей оказывают прямое влияние на гамк-рецепторы в центральной нервной системе и снижают тревожно-депрессивное поведение, в то время как у мышей с вагатомией не проявляются ни нейрохимические, ни поведенческие эффекты. Кроме того, также было замечено, что мыши с вагатомией не проявляют тревожного поведения, связанного с хроническим колитом. Многочисленные виды бактерий, присутствующие в кишечнике человека, способны модулировать уровни нейротрансмиттеров. Было обнаружено, что виды лактобациллс и бифидобактериум продуцируют гамма-аминомасляную кислоту и гистамин, а кишечная палочка продуцирует серотонин, дофамин и норадреналин. Нейрометаболиты, продуцируемые бактериями, потенциально могут влиять на центральную нервную систему и, следовательно, на поведение. Механизмы, с помощью которых эти молекулы влияют на мозг, включают передачу сигналов и кровообращение блуждающего нерва. Гамма-аминомасляная кислота, серотонин и дофамин не могут проникать через гематоэнцефалический барьер в нормальных физиологических условиях. Однако некоторые из предшественников нейротрансмиттеров пересекают гематоэнцефалический барьер и затем могут быть преобразованы в активные нейротрансмиттеры. Так обстоит дело с триптофаном, предшественником серотонина, на доступность которого влияют кишечные бактерии. Также известно, что стресс может активировать ферменты кинуринининового пути, что может уменьшить количество триптофана, доступного для синтеза серотонина. И, как следствие, считается, что кинуринины играют важную роль в патогенезе депрессивных расстройств.